Первая тема, о которой мы сегодня с вами поговорим, это проблема нарциссической личности. Ну, нарциссизм. Первоначально термин «нарциссическая личность» был введен в 1925 году Робертом Уэлдером. Ну, а сама легенда про молодого человека, нарцисса, вам хорошо известна. Когда в него влюбилась нимфа, которой звали Эхо, она его любила, но сложилось так, что он не мог ей ответить взаимностью, и итог был весьма печален. В результате как раз нарцисс любовался собой в отражении воды. Вот такая вот интересная история. Ну, а с 1968 года Американская психиатрическая ассоциация использует понятие «нарциссическое расстройство личности». В нашей стране нарциссизм расстройством личности не считается. То есть у нас это не заболевание, но это некоторая черта, которая на самом деле тоже весьма и весьма может портить жизнь как самому нарциссу, так и тем, кто с ним или с ней напрямую сталкивается. Ну, кстати, что самое интересное, нарциссизмом по статистике больше страдает, догадайтесь, есть кто, мужчина или женщина. Почему? Ну, женщины любят делать селфи, допустим. У меня были студентки, которые на лекции обязательно сидели, фотографировали себя. Вот они в начале лекции, в середине, в конце. Не знаю, зачем они это делали. Ну, наверное, очень красивые были. Фотографируют. И, наверное, сразу в Инстаграм. То есть вот такая вот информация была. Вопрос. Мужики так не делают. Ну, понимаете, мужик, когда к зеркалу подходит, он всегда красив. Причесан, непричесан, всегда красив, потому что он так видит. Женщина к зеркалу подходит, она видит множество недостатков. А вот по поводу мужчин, почему же у мужчин нарциссизм выражен больше, нежели, чем у женщин? Какие варианты есть? Ну, это непроятно. Именно почему? Он подходит к зеркалу, ему все нравится. А, то есть, когда все нравится, это нарцисс. Нет, это само любование, если, то есть, он себя очень сильно любит. А у зеркала кто больше проводит времени? Мужчина у зеркала бывает, когда он бреется. Ну, хорошо, Денис, скажите, пожалуйста, как часто вы у зеркала время проводите? Утром. Все. Ну, сколько? Полчаса, сорок минут. Минут пять. У мамы, что от мужчины зависит. От мужчины зависит. Нет, водитель больше, но там зеркало заднего вида, там другое. Я просто знаю мужчин, который проводит время и перед зеркалом больше, чем. Ну, есть такие, такие сексуальные люди в метро, их называют метросексуалы, да? Вот. Но это немножко иная тема. Да? Почему мужчины более склонны к нарциссизму, нежели, чем женщины? Вот почему. Потому что именно гендерная роль мужская связана с тем, что мужчина должен быть добытчиком, завоевателем, мужчина должен более достигать чего-то в области работы и так далее. А женская роль, традиционно, которая, кстати, за вторую половину XX века претерпела многие изменения, она была более пассивной. И вот в данном случае мужчина, который требует больше завоеваний, более склонен к самолюбованию. Это действительно так. Но самолюбование в области сферы, которой он занимается. А ничего бы то ни было иного. А не внешность. Хотя иногда с внешностью тоже связано. Вот вспомните Пушкину с его ногтями, с его мизинцем, да, вот с этим наперском, который он на мизинце правой руки носил. Вот. Но как-то тоже витиевато это смотрится сейчас, вот представьте. Но тоже элемент несколько странноватый для нас бы был сейчас, да, но было другое время. Ну, давайте запишем. Нарциссизм – это свойство характера, связанное с чрезмерной самовлюбленностью, завышенной самооценкой. Причем самооценка настолько неадекватна, что она, в принципе, к действительности не имеет никакого отношения. Сергей Монфройд считал, что нарциссизм вообще, разумеется, начинается с детства, и дети переживают некоторое сильное чувство самовлюбленности. И если, допустим, гармонично проходит этот период, то в целом никакого вреда ребенку это не наносит. Но вот у каждого идет по-своему. Сейчас будем рассматривать основные причины нарциссизма. Но вот запишите, пожалуйста, сутью возникновения нарциссизма является ранняя оценка действий детей родителями. Вот сначала ребенок нуждается в оценке близкого человека, родителя или родительницы, а потом уже начинает оценивать себя. Если мы внимательно посмотрим на процент нарциссических личностей, то среди них много людей успешных. Вот это тоже некий парадокс. И когда родители в детском возрасте ребенка начинают высоко оценивать, и все, что он не делает, он делает прекрасно и хорошо, потому что свой ребенок... Кстати, обратите внимание, другие дети так не умеют делать, а свой ребенок он всегда умеет делать так, как нужно. Ребенок понимает, что бы он ни делал, он вообще прекрасно это делает. А вот соседние дети, которые делают то же самое, они это делают плохо. Вообще, вы на них посмотрите, что такое чужие дети, что такое свой ребенок. Вот разница есть. Чисто родительская установка. Первый момент, который очень серьезное, на самом деле, воздействие оказывает. Второй момент. Это возможный недостаток любви в детском возрасте. Прежде всего, недостаток материнского участия, материнской нежности, материнской любви. И тогда ребенок всячески пробует этот дефицит компенсировать. И тогда начинает формировать свое «я», несколько от уровня от реальности, безусловно. При этом во втором случае, когда происходит нехватка внимания со стороны родителей, ребенок создает свой внутренний мир, определенный такой вот, свою картину мира, где он является центром мироздания. И начинает, что самое интересное, дальше это будет очень важно, идеализировать сначала своих родителей, а потом, когда подрастет, у него будет одна странная черта. По ней вы очень быстро нарциссы распознаете. Нарциссам очень свойственно кому-то поклоняться или кого-то превозносить по способностям, по прочему. И он именно с ним или с ними работает. А через несколько времени он обязательно его низведет до низкого уровня. Сталкивались с подобной историей? Сначала превозносит, а после этого как-то идет сильное разочарование, и он ищет кого-то другого, кого может превозносить. Объясняется просто. Если он с кем-то общается, кого может превозносить, то в первую очередь, кого он подчеркивает в себе свою оригинальность, свое своеобразие. А в том-то вся и проблема, что ему этого не хватает. И вот получается так, что нарцисс в первую очередь сталкивается с очень странным таким вот качелью. На одной стороне идет ощущение внутренней пустоты, эмоциональной пустоты, внутренней, ну, недостатка гармонии определенной в отношениях, неприятия себя. А с другой стороны, желание превозносить себя, желание быть в чем-то успешным, быть лучшим, быть самым лучшим. И вот эта вот тенденция «самый лучший» иногда бывает очень важна. А когда ты самый лучший, ты можешь себя как вести, как хочешь, потому что ты лучший. На наших дорогах вы часто это можете увидеть по поведению водителей. Это выглядит глупо, но для них это жизнь. Это, к сожалению, их некоторая реальность, иногда это бывает сложно. Очень часто родители из добрых побуждений, а на самом деле все обычно в этой жизни делается из добрых побуждений, а у нас все в поговорках, благими пожеланиями, дорога куда идет, да? И вот в данном случае родители из добрых побуждений пробуют всячески направлять ребенка, критикуют его, всячески подчеркивая его некоторые несовершенства, чтобы он их выслушал и стал лучше, красивше, богато, выглядел богато. И знаете, вот это вот жутковато выглядит, что в результате получается. Ребенок с детства сталкивается с тем, что его критикуют, что все, что он делает, он делает не так, все, что он делает, он не умеет правильно делать, а делать он должен по-другому. Если он будет делать по-другому, он будет поступать правильно, и все у него будет получаться. Сталкивались с подобными установками? Да. Часто? Вот отсюда-то как раз и идет следующая линия, запишите. С одной стороны, обесценивание личности за промахи ребенка, даже абсолютно несущественные промахи. А с другой стороны, сильное желание у ребенка быть успешным, быть лучшим. И постепенно начинает формироваться то, что в психологии называется нарциссический пузырь. Ребенок начинает чувствовать себя грандиозной личностью, но потом у взрослого это будет проявляться, позиционировать себя как великого человека, с позиции, собственно, величия оценивать какие-то ситуации. Ну, на самом деле, давайте переведем на русский язык, чего он хочет в первую очередь. Он хочет неосознанно получить любовь, хоть какое-то признание, хоть кого-то важного для себя, но так как он этого не получал в детстве и не знает, как это получать во взрослом возрасте, что происходит? Надувается нарциссический пузырь. И когда человек начинает в этом пузыре жить, там возникают некоторые специфические нюансы поведения, прежде всего, то, что нарцисс может начинать позволять себе то, что челяди делать нельзя. То, что дозволено барину, челяди делать нельзя. Наверняка тоже сталкивались с подобными установками, у некоторых руководителей, и не только руководителей. Я абсолютно обужден, у вас даже в вашем ближнем окружении такие персонажи обязательно есть. Или нет? Ну, ладно, хорошо. Значит, причины нарциссизма. Давайте рассмотрим более подробно. Первое. Гиперопека со стороны родителей. То есть, сверх внимания со стороны родителей. Гиперопека, чем она опасна? Да тем, что, в принципе, такой ребенок, вырастая, остается ребенком. И родители его по-другому и толкому не воспринимают, неважно в каком он возрасте. Гиперопека ужасна тем, что она убивает в ребенке личность. Личности там нет. Второй вариант – это гиперопека. Когда вообще-то опеки нет. То есть, ребенок растет сам по себе, как колючка, как дорн какой-то. Вот он вырастает, он живет сам, у него свое детство, у него своя учеба, но ему внутренне очень хочется, чтобы кто-то был рядом, кто его понимает, принимает, любит. Но знает ли он, как это происходит и что это такое? Нет, конечно, он этого не знает. И так как он этого не знает, постепенно начинает опять формироваться вот этот нарциссический пузырь. Следующее – наличие психологических травм. Ну, у каждого человека они обязательно есть, и я бы даже больше сказал, в детском возрасте обязательно каждый из вас ни одну травму получил. Это абсолютно нормально. Не надо здесь хвататься за голову и скорее бежать к врачу. Тут не врачи не помогут, понимаете, в данном случае важно немножко другое, что травма как таковая в ряде случаев необходима для развития человека. Вот у Альфреда Адлера была следующая идея, что комплекс неполноценности, который есть у каждого человека, необходим для того, чтобы личность развивалась. То есть преодолевая собственный комплекс неполноценности, мы имеем возможность идти вперед. А когда мы совершенны, и все, что мы не делаем, это гениально, вот постепенно, собственно, начинает возникать отсутствие понимания, ради чего ты должен развиваться, если ты и так совершенен. Ну, чтобы тебя все поклонялись, ну, наверное, только ради этого. Но тогда не очень все равно понятно, да, картина? То есть когда есть комплекс какой-то неполноценности, преодолевая его, мы развиваемся. И вот травма часто нужна для того, чтобы мы в чем-то позволили себе развиться, улучшить, преодолеть эти черты, преодолеть эти качества. Следующее. Это неадекватный уровень самооценки. Очень часто бывает завышенный уровень самооценки, когда, ну, даже у студентов такое бывает, когда студент на экзамене отвечает так себе кое-как. Но говорит, что он только на пятерку, он вот ниже никак, вот никакой оценки не может получить, только пятерку. Ну, а максимум, на что он ответил, это где-то два с плюсом. Вот. И получается такая несколько странная картина, потому что он говорит, он вообще замечательно отвечал, но как-то на самом деле в переводе на русский язык он вообще не ответил. Сталкивались с подобным? В школах, когда учили в школе. Были такие у вас? Тогда, конечно. То есть, вот это вот некоторая неадекватность самооценки. Кстати говоря, она может идти в минус часто. Человек, который чрезмерно себя пробует низводить на уровне подсознания, также иногда начинает выстраивать для себя немножко иной образ себя. Вот, допустим, у Кули было такое определение, я зеркальная и я реальная. Я зеркальная, я подхожу к зеркалу, смотрю в зеркало. Причесался, хорошо, отошел от зеркала, стал собой. Я зеркальная, то, как мы хотим выглядеть. Я реальная, то, какие мы в жизни. Абсолютно два разных человека. И когда человек записывает, допустим, фотографирует себя, говорит, плохое видео, плохая фотография, плохо получился и так далее. Почему? Потому что здесь я зеркальная не совпадает с я реальная, а мы разные. И вот в этом-то вся и особенность. Следующая. Еще одна проблема. Это игнорирование личности ребенка. Игнорирование личности ребенка, когда ребенку навязывается свои желания родителям, свое видение мира. Допустим, вот в детстве не умел играть на фортепиано, а тебя, сволочь, я приучу к фортепиано, то у меня фортепианщиком и реалистом будешь. Будешь кататься на коньках, будешь заниматься танцами, будешь знать, сволочь, четыре иностранных языка, потому что ты должен быть гармоничным, потому что я этого в детстве не получил, говорит родитель. Ключевым является сволочь. Это страшно. Ребенок вообще, вот такие дети, даже если их крышкой от рояля по пальцам не бьют, они все равно ненавидят этот инструмент. Ненавидят эту музыку. Это страшно, когда музыку ненавидят. Страшно, когда иностранные языки ненавидят. И откуда это идет? Оттуда, что в принципе игнорируются потребности, запросы, интерес ребенка. А самому родителю, он же великий, гораздо виднее, чему ребенка надо учить. Да, безусловно, не по Жану Жаку Руссо. Жан Жаку Руссо, если помните, в замечательной книжке Эмиля говорил, что когда Эмиль уже подрос, вот тогда воспитатель говорит ему, что теперь, дружок, настало время для себя выбирать религию, которую ты хочешь. Недавно, когда общались с европейцами, у них оказывается до определенного периода времени дети, просто дети, а потом они должны выбрать для себя пол. Я понял, что это по Жану Жаку Руссо взяли идею, такая матрица, наложение, но я немножко не понял, а до этого какого они пола были эти дети? Неопределенного. Вот. То есть кому-то гениальному пришло в голову, что все дети неопределенного пола. Давайте так. Наверное, это называется игнорирование личности ребенка, да? В переводе на русский язык. Очень похоже. Следующее – это нарциссическая травма, которую может получить ребенок, когда один из его родителей – нарцисс. Ну, родители нарциссы как ребенка воспитывают. Родители нарциссы всегда хорош, ребенок – плохо. Понимаете, да, вот эта логика? И в целом получается много достаточно таких слоев, социальные слои, семейные, эмоциональные. Они накладываются друг на друга, плюс к этому идет наследственность, биологические особенности, и в результате мы имеем то, что называется как раз нарциссическая личность. Давайте посмотрим признаки нарцисс. Тщеславность, самовлюбленность, ярко выраженный эгоизм. Ну, ладно, по поводу эгоизма давайте так определимся. Каждый человек по своей природе субъективен, и каждый человек эгоист. Каждый человек эгоист, это нормально. Но тщеславность присутствует не у всех, это явно совершенно. Самовлюбленность бывает разная. Но, вот когда вы начинаете общаться с таким человеком, вот тут вы явно сможете четко обозначить нарцисс, с кем вы общаетесь или нет. Вот запишите. При общении с ним люди чувствуют неприятие, некий элемент холода, опустошения. Сталкивались с такими? Вот он нахваливает, ну там все хорошо, ну все замечательно. Но что-то как-то не так. Такая фиелия начинает. Вот уже много времени после того, как я защитил свою диссертацию первую, я встретился с одним интересным персонажем, с которым когда-то учился в первом университете. Но я о себе ничего не рассказывал. Персонаж рассказывал о себе больше. Мы встретились в метро, я больше молчал, и персонаж рассказывает, что в аспирантуре уже учится, то есть диссертация пишет тогда, господи, я уже сколько лет преподаю, и вообще-то, ну обо мне же ничего не спрашивали, поэтому я молчу, мне даже так слушаю внимательно. Там все хорошо, думаю, ну и слава богу. Ну хорошо, значит, наверное, очень хорошо. Но внутренне даже я порадовался за человека, думаю, ну вот мало для счастья нужно. Похвалил себя, и все, и хорошо. Мне даже было немножко приятно, что я ничего не говорил о себе. Наверное, я и правильно сделал. Там и не надо было о себе говорить. Потому что времени мало. И его всегда будет мало там. Вот в данном случае некоторая пустота, холодность. И очень часто такой персонаж любит заниматься самолюбованием на фоне серой массы. Как я уже говорил, один из признаков нарциссизма – это идеализация, а потом очень быстрое обесценивание. Это касается, как выбора второй половины, это касается отношений к друзьям, к знакомым, это касается и собственных детей. Вот сначала высокая идеализация, а потом раз – полное обесценивание. Понимаете, сначала, когда нарцисс идеализирует человека, он воспринимает его целостно, а потом оказывается, что у каждого человека наличиствуют свои недостатки, свои нюансы, свои особенности. Дальше нарцисс обесценивает и ищет кого-то следующего. Вот так оно и происходит. Мужской нарциссизм. В первую очередь, это доказательство собственной значимости в глазах окружающих. А, допустим, смотрите, карьерный рост, успешность в карьере, допустим, да, идет, материальные, вполне хорошие показатели. Все неплохо. Но ради кого он все это хочет показать? Как он одевается, на чем он ездит, с кем он общается и так далее. У него нет никакого таких персонажей видели. Это всячески будет подчеркивать. Кстати говоря, есть машины, на которых ездить нарциссу нельзя. Нарцисс должен ездить на такой машине, чтобы все понимали. Вот у Макса Люшера есть такой хромотип. Хромотип – это цветовая модель поведения. Такой, как зеленый хромотип. Зеленый хромотип – классические такие примеры зеленого хромотипа. Шерлок Холмс или, допустим, Пуаро. Помните по поводу Холмса? Элементарно, Ватсон. Холмс у Конодоли все время самоутверждается, потому что недалекий врач, который… Девероятно, Холмс, как вы догадались, Аркадий Оверченко идеально это обыграл в своем рассказе «Пропавшая калоша Доббельс». Он так описывает это. Как всегда, мы сидели с Холмсом в нашей квартирке на Бейкер-стрит, как всегда, за окном выла буря, лил дождь. В это время к нам вбежал странный человек, у которого под мышкой были какие-то бумаги. Вбежал, все там взял и убежал, оставив одну калошу. Холмс подошел к калоше, взял ее в руки, потрогал ее, понюхал, попробовал на вкус, откусил кусок и сказал «Я знаю, я знаю, что это калоша, Холмс, так как вы догадались, мало того, я знаю, что это мужская калоша, мало того, я знаю, что это калоша, что есть еще одна калоша, Холмс, да вы просто дьявол какой-то, как вы все это знаете, вот как вам все это удается». Ну, Оверченко любил вот таким вот образом издеваться, но реально, элементарно, Уатсон, Уатсон, не Уатсон и не Ватсон, Уатсон. Вот как раз та самая история, зеленый хромотип, всегда его должны узнавать, его должны уважать, ему должны поклоняться, а он так благосклонно как бы вот визитку свою дает, там все его регалии записаны с двух сторон, потому что одной стороны не хватает, встречали таких, да, огромное количество регалий, обязательно. Вот одеваться он должен так, чтобы его сразу узнавали, если он одевается дорого, следовательно, он заслуживает уважения. И вот эта вот история зеленого хромотипа, нет, там есть хорошие черты зеленого хромотипа, потому что они умеют делать, они действительно добиваются успеха, это важно, но недостатки его самолюбования. То есть зеленый хромотип – это тот самый нарцисс, они очень близки здесь. И получается так, что нарцисс с одной стороны получает желаемое, но получая его, дальше чувствует пустоту. Получилось, что дальше? Куда дальше стремиться и куда дальше идти? Пустота. Что происходит дальше? Он хочет еще больше. Вот когда, допустим, задаешь вопрос такому человеку, он говорит, я хочу очень много зарабатывать, а зачем? Чтобы много себе позволять, а зачем? Чтобы делать то, что я хочу, а зачем? Чтобы другие смотрели, что я могу это себе позволить. А зачем? Есть такой вопрос, да? А зачем? Такое, их идет несколько. Вот 10-12 раз задайте этот вопрос себе, когда задумаетесь, чего-то достичь. И постепенно придете к очень интересному результату. А там результат следующий. То он хочет другому доказать, что он немножко другой. Всего лишь навсего. А то, к чему он стремится, вызывает очень много вопросов. Потому что часто эта цель ему абсолютно не нужна. До 35 лет в целом стремление нарцисса сильно не волнует. ввиду того, что он реализует те задачи, которые для себя ставит. А потом, приблизительно после 35 лет, нарцисс, нарциссическая личность начинает понимать, что счастья, успешности нет. И отсюда у них возникают проблемы. Это то, что мы называем кризис среднего возраста. Но у мужчин он идет долго. Нудно. Знаете, как размножение у эпохондриков. В поликлиниках жалобами и стенаниями. То есть это очень длительный и такой тяжелый процесс. Вот у женщин кризис, безусловно, есть. Но он абсолютно нормальный. Это климакс. Я его называю вторым подростковым возрастом для женщины. Вот когда ее начинает трясти основательно. Но это проходит. Идет гормональная перестройка организма. Через несколько времени это проходит. И женщина более-менее нормально себя ведет. Хотя в этом возрасте, вот когда это начинается, как раз в этот период, она может вести себя очень странно. Допустим, вы можете увидеть 50-летнюю женщину в мини-юбке, которая там изображает на себя 16-летнюю. Вы так немножко смотрите, это причудливо, необычно. Ну как-то вот угораздимо. Играй гормон. Гормон, да. Играй гормон, да. Вот, но у мужчин там немножко все по-другому. Потому что у мужчин внешних таких вот физиологических причин нет, есть психологические. И у мужчин этот кризис среднего возраста может ежегодно продолжаться и начинаться там с кризиса. Вот я в книжке по психологии семьи описывал, когда мужские кризисы, описывал так. Вот, Христа не стало в 33 года. А что я сделал в свои 33 года? Вот этот известный умер в столько-то лет. А что я сделал в столько-то лет? И дальше мужчина подбирает возраст известных персонажей мужских и начинает думать, вот они уже достигли. Это мне очень сильно напоминает Хармса. Помните, где Пушкин очень сильно завидовал Лю Толстому и говорил, у него растет, а у меня не растет. Вот та же самая история. Вот он добился, а чего добился я? И вот этот вот глупый вопрос достаточный. Мужик начинает страдать, мучиться. А женщина, когда страдает и мучается, когда у него терзание начинается, что он начинает делать? Ненормально, с точки зрения мужской психологии, да, решение? Убираться начинает, рукоделием заниматься, там, что-то перекладывает, да? Вы встречали таких мужиков, у которых тут проблема возникла какая-то? Он начинает убираться, рукоделием заниматься, да? Нет, но если упадет с крыльца, может быть. Вот, так неудачно упадет с крыльца. Это уже диагноз, наверное, для него. Чаще всего мужчина начинает уходить в абстракции. И в этих абстракциях существует и создают там некие конструкты, такие вот абстрактные конструкты, в которых как-то можно и пострадать, и помучаться немножко, и что-то еще. И вот в данном случае как раз вот это недовольство жизни, недовольство собой постепенно начинает, как ржавчины, разрушать, как личность, нарциссическая личность, так и его отношение в семье, и его отношение с близкими людьми. А на самом деле, что такие нарциссические личности желают? Чего они хотят-то? Понимание и тепла. Только они его не понимают в должной степени, и не могут его достичь. Женский нарциссизм, запишите. Амбициозность, невозможность понять собственных детей, стремление к чему-то важному, и неспособность ценить радость и простоту. Вот у меня была одна клиентка, история была весьма специфичная. За 20 лет эта женщина создала свою довольно известную структуру, вы ее знаете на 100%, эту структуру. Правда? Нет, 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 нет. Я не буду называть ничего, нет. Но проблема была в том, что она занималась карьерой активно. Да, она помогала дочери, во многом она старалась ее учить и так далее, но дочь жила своей отдельной жизнью. То есть на самом деле это то, что называется гипоопека. Не гиперопека, а гипоопека. Итог. Дочь, она ей купила большую квартиру в центре и так далее, а дочь влюбилась в какого-то молодого человека, уехала в Петербург. И там где-то они живут. И вот она возмущается, дочь неблагодарна, как так и так далее. И вот когда я немножко все это рассмотрел, я объяснил, что там присутствует сценарий беглеца, как у матери, так и у дочери. Ну и поговорил немножко с дочерью и объяснил, что в принципе, если этот сценарий повторять, то следующее поколение поступит так же. То есть тоже сбежит, и это будет в принципе дублироваться. Это нормально. Чему я их попросил, что сделать? У дочери спросил, чего у вас не хватало в детстве? Она говорит, матери. Но я не был. Она все время работала. Я говорю, а чего в детстве вам было нужно от матери? Она подумала, улыбнулась и говорит, ну я хотел, чтобы... Она меня на аттракционы отвела. Я их заставил пойти на ВДНХ, тогда там были аттракционы, и кататься вместе на аттракционах. Вы бы видели реакцию матери. Как ей это было тяжело, потому что меняется статус. Меняется статус. И это самое страшное. А вы знаете, да, на аттракционах есть одна особенность. Там, когда страшно, кто-то орет, а кто-то молчит. То есть кто-то получает удовольствие, когда орет, а кто-то там, знаете, как партизан такой. Догадайтесь, эта дама как будет? Кричать или молчать? Конечно молчать. Я ее попросил кричать. Я надеюсь, она кричала. Ну я объяснил дочери, какие аттракционы нужны. Потому что этот механизм нужно было включать. И на самом деле это важно. И вот женщины нарциссического типа, да, безусловно, у них нет возможностей в детстве, не было возможности в детстве, естественно, они тоже эти возможности не могут передать своим детям. В теплоте, в принятии, в любви. То есть любовь условно была, но часто эта любовь, она была такой респектабельной. Любовь. Респектабельность в первую очередь. И на самом деле женщина-нарцисс прекрасно понимает, что связи, глубинной связи с ребенком нет. Но она может себя винить, что это ей не удалось это сделать. Но итог. Далее начинает срываться на ком. На себе? Нет, на ребенке. С ребенком что-то не так. Дальше, смотрите. Встретились два одиночества. Создана пара нарциссическая, он и она, оба нарциссы. Наверняка таких видели персонажей. Их в инстаграме много. Вместе куда-то ходят, да, вот обязательно вот это все. Все красиво додается. Причем даже снимают, фотографируют не они. Это важно, чтобы так все было показано. Как вы думаете, как у них с отношением? Нормально? Кто из них самый красивый? Трудно сказать. Нет, я сомневаюсь, что там в квартире борьба за зеркало, хотя может быть и не без этого будет, да, но основной момент следующий, что язвительность, критика друг друга, да, потому что, ну, нарцисс, он понимает, что лучше это все равно он. А так как там два нарцисса, то есть, ну, обычно такие отношения недолгие. Тогда идет обесценка классическая, нарциссическая, и поиск нового, такого вот нового персонажа, в которого можно влюбиться, потому что он совершен, или она совершенна, допустим, да, если это для мужчины, вот, и, а потом та же самая история повторяется. Ну, давайте запишем. В американской психиатрии существует 9 признаков нарциссического расстройства личности. Первый признак. Раздутое чувство собственной значимости. Ну, такой человек преувеличивает собственное достижение и обязательно ожидает, что все будут восхищаться тем, что он делает. Просто все в восторге. Помните, все в восторге от тебя, ты от одной фермы. Была такая реклама. Космейские, женские. Не помните уже этого слогана. Ну, и слава богу. Значит, уже не все в восторге. Нет, там другая была ферма. Ну, тоже близко. Второе. Такая личность занята фантазиями о безграничном успехе, власти, красоте и идеальной любви. Ну, идеальная любовь, это обычно кто об этом мечтает? Мужчина или женщина? Конечно, женщина. Для мужчины идеальная любовь, ну, нормально. Сойдет. И в данном случае складывается так, что первоначально нарцисс погружается в своих фантазиях, в какое-то волшебное состояние влюбленности или там потрясающей любви, а потом как-то все распадается. Третий признак. Нарцисс считает, что он не похож на других и равных ему нет. Ну, а окружение, соответственно, должно ему соответствовать. Отсюда нарцисс выбирает для себя особенных людей, которыми можно похвастаться. Четвертый признак. требует постоянного внимания, признания и восхищения. Ну, представьте, муж вынес мусор. Муж-нарцисс вынес мусор. Он это сделал красиво. Что должна сделать жена? Нет, этого мало. Восхититься, да, его мужественностью, героизмом, что в такую погоду он смог вынести мусор. Без педагога. Да, 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 но желательно подольше. Он скажет, ну ладно, еще можно чуть-чуть, ну знаете, кошачий так обычно, ну ладно, позволяю себе погладить тебя, в смысле, тебе погладить меня, да, ну слегка позволяет, ну так, немножко, ну хотя, можно еще подольше. То есть это как раз тоже очень интересная установка. Еще одна черта, четко, совершенно признак нарцисса. Убежден, что все ему должны. Сталкивались? Угу. Если что-то нарциссу нужно, по первому зову каждый должен откликнуться, помочь, сделать это безвозмездно и быть ему благодарным за то, что он обратился за помощью. Ну тоже знакомый. Следующее. черта использовать других людей для того, чтобы достигать собственных целей. Кстати, еще по секрету скажу, нарцисс, он обычно никогда не благодарит. Благодарить должны его. Если вы для него что-то сделали, это нормально. Он для вас что-то будет делать? Вы понимаете, как нужно с челюди обращаться, да, приблизительно? То есть есть нарцисс, есть челюсть. Челюсть хвалить дурный тон, признак дурный тон. То есть в данном случае как-то вот специфично. Дальше. Эмпатия у него достаточно проблематична. Ну вообще, он не способен проводить некоторые параллели между своими ощущениями и чувствами других. То есть с эмпатией здесь проблем. Кстати говоря, нарцисс может причинять боль другим людям, но даже не думает о том, что он причиняет боль. Кажется, это так естественно. ну он просто такой человек и оно как-то так и выходит приблизительно. Почему-то люди страдают, но они другие. Зависть. Восьмой признак. Часто завидует и считает, что другие ему тоже очень сильно завидуют. Отсюда, кстати говоря, и критику в свой адрес как будет объяснять. Почему его критикуют? Потому что завидуют. Потому что он лучше. Они прекрасно видят, что он в разы лучше. Потому и завидуют. Потому и критикуют. Вот такая логика. Ну и последняя черта высокомерное отношение к другим людям. Да, внешне может быть это и казалось бы смешным, но это очень не смешно. Дальше. К сожалению, такая черта нарциссической личности тоже важна. Кстати, обратите внимание, у нас нарциссов много. Если внимательно присмотреться, в нашем обществе это явление очень частое. Перепады настроения и самооценки. Очень часто идут перепады. А почему они идут, эти перепады? Да потому что один похвалил за вышедшую самооценку, пошла, а другой поругал за нежную самооценку. И получается, нарцисс очень сильно зависит от того, что о нем говорят люди. Отсюда идет вот этот перепад, вот это синусоид. Следующая черта нарцисса любит манипулировать другими. Ну это понятно. Кстати, по поводу манипуляции рекомендую почитать книжку Эверид Шостром «Человек-манипулятор или антикарники». Но у меня есть лекция, посвященная Шостром. Эверид Шостром «Человек-манипулятор или антикарники». Кстати, в начале этого года я как раз отдельную лекцию читал про Макиавелли, а потом часть второй была посвящена Карнике. Потому что Макиавелли, в принципе, ну его книга «Государь», вы знаете, как раз как должен вести себя политик. Там чисто в виде манипуляции. А вот манипулятор в около психологии это Дейл Карнике. Который немножко свою фамилию поменял. Изначально его фамилия Карнегей. Учитывая то, что был миллионер Карнегей, Карнегей решил себе фамилию немножко видоизменить. И он стал однофамильцем известного миллионера, промышленника. И стал позиционировать себя как очень успешный человек. Это пошло. Это стало работать. Он действительно стал очень известным персонажем. И там он много, ну наверняка в эти книжки знаете, да, как воздействовать на людей, оказывать влияние. И так далее. То есть, вот эти вот замечательные ноу-хау, знаю как. Вот все его книжки во многом идут по формуле ноу-хау. Вот, не путать хау-ноу. Оно, в принципе, да, вы правильно поняли. Значит, в данном случае есть одна проблема. В его биографии в конце жизни там несколько сказались его манипуляции и там, кстати, мы стали приписывать много особенностей. Ну, у него была одна тяжелая болезнь, из-за которой он не смог появляться на людях. А это усугублялось, ухудшалось и так далее. И стали там приписывать разные вещи даже по поводу его смерти. Ну, в лекции я подробно об этом говорю. Важно немножко другое, что манипулятор. классический манипулятор по шострам очень боится, что его обманут. И поэтому, пока его не обманули, он старается первым обмануть другого. На дороге наверняка видели, да, какой-нибудь шашечник. Он всех обгоняет, он вот старается, 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 и потом вдвоем стоите на светофоре одинаково и думаете, куда ты ехал? А потом у него опять начинается до следующего светофора гонка. Ну, куда ты торопишься? Ну, наверное, куда ты торопишься. Невротическое состояние, да. Следующее. Проблема коммуникации. Ну, нарциссическая личность не умеет коммуницировать, не умеет общаться, не умеет взаимодействовать. нервничество. Еще, смотрите, вообще, нарцисс напоминает такую очень странную глиняную конструкцию на очень тонких ногах. И вот эти тонкие ноги еле-еле держат эту большую, раздутую глиняную конструкцию. Она в любой момент может упасть и рухнуть. Но пока вот немножко напоминает нарциссическая личность персонажей из картин Ейронима Босха. Там где ад, да, вот такие же конструкции ходят какие-то, непонятные достаточно. И вот смотрите, нарцисс очень зависим от мнения окружающих людей. А если что-то не соответствует его требованиям, что дальше получается? Правильно, саморазрушение. Запишите, саморазрушение, любой стресс, любые какие-то состояния, негативного плана нарциссическая личность пробует заглушать. Как она это делает? Всевозможные психоактивные вещества, алкоголь тот же самый и так далее. А зачем это нужно? Чтобы оторваться от реальности и уйти в идеальный мир, где хотя бы на время, на шаткое время человек может почувствовать себя идеально. И он там сидит, ему там хорошо. Отсюда частая смена настроений, увлечений. Кстати говоря, именно нарциссической личности в ходе такого легкого выключенного состояния сознания свойственны очень странные покупки. Она личность может позволять себе совершать какие-то странные покупки, о которых потом может жалеть. Они вообще ни к чему. Просто что-то дорогое, статусное и бессмысленное. Как пальму в катке. Купил большую и куда ее ставить потом непонятно. Но она есть и все. Ладно пальму. А зачем ты вторую машину купил? Ну чтобы была. А часто бывают вот эти непонятные моменты связанные с переездами и с прочим. То есть это классическая нарциссическая жизнь. Купить, чтобы потом пылилось. Сталкивались? Такой отрыв от реальности. Ну естественно скажите у нарциссы какие чаще всего эмоции бывают? Позитивные или негативные? Негативный спектр эмоций. Прежде всего негативный спектр эмоций потому что он избранный и естественно никак по иному быть не может. Черно-белое мышление. Ну разумеется адекватности здесь нет и отсюда такая личность довольно проблем. Запишите Кернберг выделил следующие виды нарциссизма. Выделил следующие виды нарциссизма. Ну такие полярности нарциссической личности. Это грандиозное или истощенное восприятие собственного я. Грандиозное или истощенное восприятие собственного я. фильм с Ди Каприо про великолепного Гетцбе смотрели? Вот вам пожалуйста классическая нарциссическая личность. Ради чего он все это делал? Ради чего? Ради того, чтобы раздуть этот пузырь, в котором он чувствовал некоторую наполненность себя. А что было после его смерти? После смерти Гетцбе? Пустота ни о чем. Классический пример. Еще один пример такой нарциссической личности. Кто хотел в Рио-де-Жанейро в белых штанах ходить? Остап Ибрагим Берта Мария Бендер Бейн. И вот Остап Бендер тоже классическая нарциссическая личность. Кернберг также выделил допустим патологический нарциссизм. Это отражение грандиозного я и самоидеализации. Здесь презрительное отношение к окружающим и склонность постоянно проявлять собственное превосходство, достижение при отсутствии интереса к другим и эмпатии. Кроме патологического нарциссизма можно выделить также следующие виды. Это инфантильный нарциссизм и зрелый нарциссизм. Инфантильный нарциссизм понятно, несколько детское восприятие себя, все, что ты делаешь, это гениально и замечательно. А если мы говорим о зрелом нарциссизме, то в данном случае человек в целом может уравновесить свои какие-то стремления и потребности в отношении к окружающим. То есть может найти какой-то баланс зрелым нарциссизмом, когда понимает свои нюансы, свои недостатки, но может их немножко выровнять. Вопросы. Первый вопрос. Можно ли излечить нарцисс? Задам ответный вопрос. Даже два. Первый. А он об этом знает? И второй. А он этого хочет? Это то же самое, как излечить кота. Ну излечить кота могут, конечно, да, есть операция одна. Вот. И там кота обычно не спрашивают. Да с ним не поговоришь толком, что не делай этого. Но это чуть-чуть иное. А вот в данном случае нарцисс, когда начинает понимать, что это действительно некоторая ситуация, которая во многом начинает отделять его от других людей, а поэтому он не может. Если он будет как все, он потеряет себя. Вот запишите. Если нарцисс будет как все, он потеряет себя. Тогда ради чего он будет жить? еще один момент. Нарциссы на самом деле редко способны признать, что у них есть нарциссическое расстройство личности, так называют это в Америке. Но навряд ли они будут говорить о том, что они именно такие. В маразм-тесте есть такой вопрос «Я?» «Нет?» И два варианта ответа «Да» или «Нет». Что? Денис недавно проходил этот тест. Какие вам вопросы в маразм-тесте запомнились? Ну вот этот запомнился. Да там много таких вопросов даже запомнили. Маразм-тестер не хотел. Кто захотел быстро мы это все забыли. Ну, диагноз-то тоже шутит. Да. Значит, вообще еще есть точка зрения, что нарциссизм это наследственная черта, наследственное заболевание, и если наличествует в окружении значимый взрослый, сильный нарциссизм, то обязательно у ребенка это будет развиваться. И поэтому в принципе сначала необходимо выявить элементы нарциссизма у своего родственника, а после этого обучаться проявлять их у себя. Запишите, что в диагностике есть тест на нарциссизм опросник. Это шкалы Ликкерта, 163 вопроса, 163 утверждения, и в результате получается 18 шкал, по которым можно выявить такой общий коэффициент нарциссизма. Шкала Ликкерта, 163 утверждения, и 18 шкал. Вообще, конечно, проблема есть. Вот смотрите, нарциссизм имеет преимущества, Человек стремится развиваться, человек стремится в некотором плане совершенствовать себя, быть лучше, в некоторых, но все это должно иметь разумные какие-то границы, потому что иногда нарцисс настолько отрывается от реальности, что оказывается, что закон для всех одинаков, но для кого-то есть возможности гораздо больше, нежели чем для большинства. И вот эта установка уже начинает очень серьезно мешать. Как в обыденной жизни, городской, или не только городской. Есть люди, которые чрезмерно в этом плане убеждены в своей особой избранности. И, естественно, здесь мы можем по-разному совершенно к нарциссизму относиться, но мы должны понимать, что нарцисс это проблема для окружающих. Давайте еще рассмотрим несколько вариаций нарцисса. Это Андрей Грин в работе «Нарциссизм жизни» и «Нарциссизм смерти» выделил два вида нарциссов. Это церебральный тип, но церебром это мозг, церебром это мозг, церебральный тип нарцисса. Это люди, которые акцентируют внимание на интеллектуальных характеристиках, на успехах в области науки, культуры, искусства, то есть того, что является нематериальным. Церебральный тип нарцисса. Второй тип по Грину это соматический нарцисс. Соматический нарцисс. Вы в фитнес-центрах были когда-нибудь? Это люди, которые максимально акцентируют внимание, сома это тело, акцентируют внимание максимально на своем теле и всячески стремятся показать другим, что их тело более совершенное, чем тело остальных. Классический фитнес-центр. Заходите, там в принципе ловите любого, ну не любого, наверное, каждого третьего. И как раз это будет выражено. Вот такие вот соматические нарциссы. А скажите, пожалуйста, культурист обыкновенный, чем отличается от стриптизерша? Задумываете? Ну вообще ничем. И, кстати говоря, одинаковое профессиональное болезнь. В среднем несколько времени они начнут демонстрировать себя, даже если их об этом не просят, даже если это будет бесплатно. Потому что им нужно себя демонстрировать. А иначе кто узнает о их совершенстве? Вот внешне может быть немножко смешно, но, к сожалению, печально. А также, допустим, Кернберг, о котором я уже говорил, выделил, когда он говорил о патологическом нарциссизме или злокачественном нарциссизме, да, вот, тот же самый Милон, Теодор Милон предложил такой вариант. Это беспринципный нарциссизм. Беспринципный нарциссизм. То есть это такие аморальные типы, которые высокомерны, которые эксплуатируют, манипулируют другими. Это Мил. Теодор Милон. Теодор Милон. Вот. То есть такие люди манипулируют другими, управляют другими, обманывают их, и, собственно, если что-то идет не так, они могут мстить. манипулируют. Милон также выделил еще один вариант нарцисса, это амурный нарцисс. Смотрите, какая красота, да, у нас уже с вами получается что-то ботаническое. Амурный нарцисс. То есть в данном случае внешние атрибуты соблазнения очень важны. Заигрывание, блеска, флирта. То есть они завлекают своими телесными желаниями, вот этой способностью завлекать. Проблема немножко в другом. Как-то раз я про одного персонажа написал такую историю, что как-то раз он ехал на работу на автобусе и соблазнил автобус с женщинами. Вот. И они пришли за ним на работу и он не знал что с ними делать и они не знали. Так и стояли пока обед не начался. Вот в принципе зачем соблазнил никому не ведомо. Вот амурный нарцисс соблазняет а сам этого боится потому что что делать дальше он не знает. Он будет всячески убегать от этого. А соблазнять нужно. Встречали таких? Вот. Но в некотором плане это такой элемент брачного афериста еще как один из вариантов может быть. Элитарный нарцисс опять Нилон. Смотрите элитарный нарцисс то есть это человек который должен всячески чувствовать что он привилегирован что у него высокий статус вот допустим элитарный нарцисс военный представляете кто это такой это военный у него много но если внимательно посмотреть на военную форму может быть вы задумывались да что награды если их много постепенно начинают напоминать элементы женских украшений на теле и кстати говоря это слишком похоже и поэтому мужчина специально на форме носит орденские планки которые в принципе заменяют эти украшения иногда кому-то нравится побрякушек много носить потому что напоминает знаете цыганка такая и тут звенит и там звенит то есть айнанэнанэ и вот если внимательно посмотреть такой элитарный нарцисс он всячески будет подчеркивать то что звание множество наград и он везде будет ходить с этими наградами это на самом деле очень серьезно отличается от реальных людей потому что допустим человек который проходил через войну или через горячую точку никогда об этом не говорит или как правило стараясь об этом и молча человек который не проходил всегда будет рассказывать как много подвигов он совершил сколько врагов он победил это было всегда ничего не меняется и то же самое касается этих наград у нас огромное количество ряженых ходит на праздники если внимательно вы умеете читать награды то даже если вы знаете историю наград то можете столкнуться с очень странными моментами у нас появилось большое количество ветеранов которые ходят со звездами победы маршальские я понимаю они с алиэкспресса но дело не в этом кто им вручил эти маршальские звезды победы орден победы когда за какие особые заслуги это маршал наверное не иначе маршал но разжалованный и вот тут возникает вопрос да то есть это ну к сожалению такое есть и для некоторых это форма ну демонстрации другим собственной неординарности что ли вот так это можно назвать но как-то печально все это выглядит дальше компенсаторный нарцисс компенсаторный нарцисс с низкой самооценкой но все дело в том что такой нарцисс чувствую свою неполноценность выстраивает свое поведение так чтобы в чем-то им начинали восхищаться вот такая вот печальная история получается кстати по поводу сексуальной девиации нарциссизма тоже вопрос фрейд считал изначально что вот нарцисс получает сексуальное удовлетворение когда любуется собой но это очень редкий случай в жизни это встречается крайне мало вот а есть немножко другие моменты которые оказываются более существенные ну давайте еще несколько рассмотрим типов нарциссов классификации их много но чтобы чуть-чуть мы более подробно их рассмотрели запишите элеонор гринбер элеонор гринбер выделяет открытого или грандиозного нарцисса открытый или грандиозный нарцисс такой яркий заметный суть его сводится к следующему посмотрите на меня я красивый или я красивая такое детское поведение детское поведение открытый или грандиозный нарцисс скажите в каком возрасте родители ребенка хвалят что он молодец что он это сделал или то сделал вообще он хорошо выглядит в любом возрасте нет с какого раннего возраста похвала начинает на ребенка действовать очень хорошо когда ему нравится ну вот у меня два года он уже понимает вот не понимает но кстати то же самое вот в этом году когда мы были в одном из птичьих заповедников там общались с птицами с попугаями и с некоторыми такими специфическими крупными птицами когда нахваливаешь этих птичек она начинает распрямляться монтану изображает то есть крылья вот так вот расхаживает показывает что она умеет то есть она понимает что их валят и она показывает вот как красавец ну красавец ну вообще ну молодец ну красивый ну и он начинает выхаживать во все то есть ну видно что птица немножко понимает я конечно в восторге от их музыкального слуха это удивительно безусловно но вот вот эта несколько забавная черта она немного напоминает нарциссическое поведение детское нарциссическое поведение поэтому открытые или грандиозные нарциссы классический стероид который что не делает все делает красиво но это как-то вычеркнуло и со стороны выглядит немножко смешно второй тип это скрытый или депрессивный ну это обычно когда кто-то из родителей или из родственников в семье был нарциссом а если один нарцисс в семье есть то сразу возникает конкуренция между ними в семье здесь вы будете наблюдать очень интересную картину что тот кто старше тот нарцисс более красивый а тот кто младше должен скрывать себе эти черты и тогда постепенно что с ним происходит правильно он превращается в скрытого или депрессивного нарцисса потому что он менее красивый а хочется более и поэтому дети с одной стороны копируют модель поведения родителей а с другой стороны формируют защитные механизмы что они все равно немножко не могут быть такими как они и отсюда пассивная агрессия а знаете как они это делают а именем этих людей в Москве названа станция метро станция метро динамо отсюда пошло выражение про динамити они обещают но не делают сталкивались? вот получается так что он пообещал но не сделал знаете почему? потому что вы виноваты из-за вас он не сделал отвлекли сталкивались? вообще влезли в его пространство он там другим да да то есть вот это так называемые скрытые а есть еще токсичный или перверзный ну перверсия это извращение отклонение да а токсичный нарцисс это тот который любит и восхищение и подчинение с такими людьми не могу сказать что весело потому что это вечная синусоида он вами будет и восхищаться и низводить вас и все это будет одновременно сборная солянка в результате вы с человеком общаетесь вы понимаете хаос непредсказуемость неопределенность сегодня вы утром говорите что вы сделали то то он вас нахвалил а через час он вас обругал и сказал что вообще ничего не умеете делать и вообще зачем вы суетесь если вы не знаете как правильное дело сталкивались? а теперь представьте что это инструктор по обучению вождения кстати они обычно еще семечки при этом грызут но в советское время так было не знаю как сейчас может быть семечки уже не популярны не в фаворе а еще да надо сказать что существуют смешанные представители нарциссов и на самом деле классификации их много но здесь мы должны понимать что в определенной степени все эти типы для нас более менее знакомы вопрос очень существенный как же нам взаимодействовать с нарциссом что делать если вас если вы завели домашнего нарцисса не то что завели может он сам завелся еще до вас а может быть вы его нашли и завели как Иван Сусанин поляков есть у кого-то в ближайшем окружении нарциссические личности да они смешанные они могут быть смешанными но вот смотрите опять же откуда идет из детства нехватка внимания или преизбыток внимания значит нужно в первую очередь обращать особое внимание на ваше поведение в плане ребенка и стараться не чрезмерно перехваливать но в то же время всегда какие-то моменты подчеркивать ну давайте рассмотрим ну кстати начинается с песочницы вот своему ребенку позволено брать чужие игрушки а игрушки своего ребенка чужим брать нельзя это сразу понятно у кого в голове проблема у ребенка нет у песочницы конечно родители начинается с этого и это уже заранее очень хорошо заметно ну во-первых запишите при взаимодействии с нарциссом ну если брать семью допустим да или взаимоотношения лучше всего пойдет семейная психотерапия или индивидуальная но есть очень важные пожелания при общении с нарциссом первое это отслеживать манипуляции которые нарцисс использует а нарцисс всегда использует манипуляции потому что его ближайшее воплощение это манипулятор манипуляторов множество они бывают разными но манипуляции нужно уметь отслеживать как понять что вами манипулируют это элементарно скажите а где у вас в теле сидит чувство вины думаете 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 где в теле сидит чувство вины у кого-то еще сидит чувство где-нибудь где-то в теле все безвинны это хорошо в животе в животе так еще зона груди зона груди еще гнев в руках нет я сейчас про вину спрашиваю я не знаю я просто знаю это дело значит вот смотрите а теперь вы определили чувство вины и теперь подумайте о ком начинаете думать когда чувство вины в теле локализовали кто в голове появляется какой-то определенный образ в родителе большой привет передавайте значит здесь я объясню вот откуда это идет здесь вы прекрасно эту сцепку можете зафиксировать откуда возникает это чувство вины вы сразу как только обозначаете локализацию в теле начинаете понимать откуда это возникает я даже могу сказать больше чувство вины как правило вызывает не один человек а несколько как только вы даете некоторую слабину допустим вы чувствуете вину при общении с кем-то обязательно возникает еще несколько персонажей которые пробуют на этом паразитировать не задумывались просто об этом так вот первым признаком того что вами манипулируют является чувство вины как только оно появилось сразу понимаете что вами управляют когда человек чувствует вину когда он виноват он очень податлив он может выполнять то что в принципе другим от вас нужно дикси ну в смысле довольно достаточно да вот отсюда всегда старайтесь это контролировать никакого чувства вины вот быть не должно допустим вам говорит человек вы специально мне это говорите чтоб меня оскорбить ну-ка вот как вы ответите вот вот на такой вот посыл вы специально мне это говорите чтоб меня оскорбить ну просто будете молчать да ну то все равно оскорбляйте нет вот тут не надо вот когда человек начинает вас обвинять в чем-то и вы попадаетесь на удочку вы пробуйте его переубедить нет это вам кажется я и не пробовал вас обижать и даже совсем не пытался оправдываться да оправдываться вот а здесь надо так говорить это ваши слова я этого не говорил запомнить просто это ваши слова я этого не говорил все просто просто никакого чувства вина быть не может вы делаете то что вы считаете целесообразным и нужным как только возникает чувство вины вы понимаете идет манипуляция второе чувство которое при помощи которого тоже можно очень хорошо манипулировать людьми, это чувство стыда. Как тебе не стыдно? Или как американцы говорят, шейм, 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 ну типа стыдно, стыдно. Вот вам сказали, шейм, 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 а вам сразу стыдно становится. Нет, я не говорю о шеймности, о бесстыдстве, нет, я говорю о том, что как только вы начинаете чувствовать себя как-то вот неуютно, нехорошо, странно, обратите внимание, скорее всего, вы попались на манипуляции. Отсюда первая лекция у меня есть по Карнеге, может быть, имела бы смысл прослушать по манипуляциям, там я подробно как раз рассматриваю разные подходы, Карнеге как манипулятор и Шостром как человек, который предложил как раз оборотную сторону, то есть как противодействовать манипуляторам. На самом деле это важно, это нужно, это необходимо. Манипулируют часто, и просто вы можете иногда случайно попадаться на эти грабли. Вот, еще одну книжку, которую я рекомендую, это Панкратов «Уловки в спорах», я не помню точно название, кажется, «Уловки в спорах», но на сайте kub.ru вы эту книжку однозначно можете найти. Выпускалась она в Институте прикладной и клинической психологии, надеюсь, она в продаже. Бумажная версия была бы изумительна, безусловно, но, кажется, электронная она тоже где-то есть. Значит, второе, отслеживать и отстаивать свои личностные границы. Вот как только кто-то начинает нарушать ваши личностные границы, вы сразу начинаете понимать, что вы имеете дело с нарциссом. Нарцисс слишком красив, он может в эту аудиторию не поместиться. Если вы для себя обозначите в пространстве очень малое место, нарцисс поймет, что это так и нужно. Своё пространство нужно отстаивать. Это ваша территория. И это действительно существенно. Следующее, не брать на себя ответственность за эмоциональное состояние нарцисса. Потому что часто он будет вас в чем-то обвинять, что из-за вас он что-то не сделал, что вы послужили причиной того, что что-то не получилось, а так он делает лучше всех. Сталкивались, да? И еще один очень важный момент. Возникает конфликтная ситуация с нарциссом. Молча встали и ушли. И ничего не надо говорить. Уйти. Найти способ. Вам позвонили. Вы ушли. Все. Нет. Потому что нарциссу нужно самоутвердиться. И если вы начинаете с ним контакт, вы усугубляете этот конфликт. И ничем хорошим это не заканчивается. Ну а вообще, если говорить о самом нарциссе, что нужно делать? Конечно, когда он согласен на изменения. Нарцисс всегда согласен на изменения. Он менять ничего не хочет. Вот тут вот такое противоречие. Но я вам уже рассказывал о том, что 80% людей, которые болеют, говорят, что они хотят вылечиться, а реально выздороветь из них из 80%. Хочет проценты 4, может быть чуть больше. Четыре с половиной. Остальные будут лечиться, излечиваться, но все равно болеть. А знаете почему? Болезнь дает массу преференций. И самый главный смысл жизни. Пока ты лечишься, ты понимаешь, с кем тебе надо бороться и кто виноват. А как только ты выздоровел, перед тобой открывается новое поле для деятельности. А нужно ли оно тебе? Нет. Поэтому нужно найти следующую болезнь и еще немножко поболеть. И идти по прежнему пути, где в принципе уже проторено, и множество ипохондриков ходит, как раз размножаясь стонами и стенами по дорожкам поликлиника больниц. А часто бывают это чисто соматические моменты, на которые просто надо особое внимание обращать. Надо прорабатывать, если человек согласен, детские психологические травмы, именно от них начинать. Это безусловно с психологом или с психотерапевтом. Во-вторых, устанавливать реальные границы собственного эго, собственного я. Это не так просто, как кажется, но это нужно. Кстати, у нас очень мало людей умеют говорить «нет». Они мучиться будут потом. Вот мы когда в 90-е годы по окончании университета работали в одном НИИ, нам платили деньги даже, государственные деньги были. Ну, слава Богу, мы работали не только в одном НИИ. Но эти деньги были и по тем временам очень небольшие. Они уже обесценивались максимально на тот момент. И нам было стыдно. Стыдно за то, чтобы попросить у руководства, чтобы нам повысили зарплату. Стыдно, потому что, ну как же, мы же работаем, мы делаем, мы занимались серьезным делом, важным. И получали, ну, по нынешним временам что-то около 50 рублей. Вот. А тогда это было, ну где-то так приблизительно, да, в месяц. И нам было стыдно. А потом, знаете, как-то постепенно мы стали понимать, что любая работа требует оплаты. Это уже, вот, советский человек ломался, и появлялась другая информация в нашей голове. И постепенно мы стали понимать, что, коли мы работаем, мы должны зарабатывать в соответствии с тем, как мы работаем. Это было сложно ломать. Это были сложные нравственные мучения. Потому что в советское время нас учили, как? Мы работаем ради идеи. Прекрасно, ловко. И потом возникало чувство вины, да? Что, если ты работаешь ради идеи, ну, спасибо тебе. Ну, даже если не спасибо, все равно тебе. Радуйся. Вот. А если ты не радуешься, да, то, получается, какие-то странные вещи. И вот эти границы реального образа «я», умение говорить «нет», умение вовремя поставить какой-то акцент, что вам нужно, а не кому-то. А часто люди считают, ну, вот как же, как-то неудобно ему или ей сказать, вот, вроде бы человек страдает, мучается. Человек понимает, ну, как с челядью по иному-то общаться. И вот эта челядь, простите, не всегда уместное обозначение, но нарцисс так мыслит. И это бывает очень токсично. Следующее. Это работа с агрессией и с аутоагрессией, проработка этих тем. Это очень серьезный момент. Агрессия и аутоагрессия. Потому что у нарцисса эта агрессия очень сильно проявляется. Да, он чувствует свою уязвимость. Почему он и пробует всячески подчеркнуть свою особенность? Да потому что он в этом не уверен. Он этого не знает. Он от этого хочет убежать. Кого он пугается? Он пугается своего отражения в зеркале. Потому что он видит, насколько это несовершенно. Но некоторые могут так хорошо убежать, что станут очень совершенными. Но внутренне останутся теми же самыми детьми, которых когда-то недолюбили или перелюбили. Но не нашли золотой середины. И вот постепенно выстраивается вот эта вот адекватная самооценка. Ну а еще один момент. Если, допустим, совсем сложно в личных отношениях, допустим, вторая половина нарцисс, что делать? Элочку ледоедку помните? С 12 стулья. Он хо-хо, да? Толстый парниша. Ну прелесть, конечно. Изумительно. Бедный инженер Щукин. Он выбрал, да? По книге что? Да он ушел, говорит, давай я буду платить тебе деньги, но я буду жить на квартире у каких-то знакомых, ты будешь здесь. То есть как-то они выбрали. Но вот стоит ли разрывать отношения с нарциссом, если он не хочет меняться? Ну вообще такая личность токсична, действительно. И в некотором плане это стоит. Но для начала просто четко для себя нужно обозначить. Если никак по-иному не получается, значит нужно прерывать такое общение. Потому что обычно оно затягивается на длительное время, а что делает нарцисс? Он в первую очередь очень сильно занижает вашу самооценку. Очень сильно занижает вашу самооценку. Через несколько времени такой человек начинает верить, что он ничтожный, никчемный. Он вообще ничего не может сам, у него ничего не получается до тех пор, пока рядом с ними не присутствует вот этот хвост павлина. Поэтому здесь надо тогда выписывать основные моменты, причины, почему нужно прервать отношения. Это раз. Второе. Это будет сложно, но это делается и это нужно делать. Отпустить чувства, расстаться и, к сожалению, оборвать контакты, связанные с этим человеком и с его знакомыми. Это единственный способ для того, чтобы немножко прервать вот эту вот несколько токсичную модель поведения. Но если нарцисс хочет меняться сам, тогда может быть дать ему возможность попробовать эти изменения провести. Но чаще всего это должна быть семейная психотерапия, семейная консультация. Только так это можно в той или иной степени поменять.